Добрый день, коллеги! Сегодня мы с вами встречаемся вот так вот очно последний раз, потому что говорим про практические задания и не только подводим итоги нашей секции по созданию видеороликов, но и подводим итоги вообще всего курса целиком. Сегодня мы посмотрим те видео, которые вы мне прислали. Я подготовила не только стишки и пирожки, но подготовила и просто видеоролики, которые вы загружали в чат, а затем откроем интеллект-карту с перечнем тех задач, которые вы прислали в файлах. Посмотрим, разберем, проговорим и, возможно, я смогу предложить вам какие-нибудь интересные и полезные решения для того, чтобы ваши задачи выполнялись немного попроще. Так, ну что ж, я думаю, все, кто планировал сегодня быть очно, уже к нам присоединяются. И тогда давайте начнем с развлекательного ролика, чтобы вспомнить, что вы добавляли в чат. Я все бережно выкачала. Вы работали в совершенно разных сервисах. Здесь есть и Шедеврум, есть в Люме, Кандинском. В Пике, по-моему, даже что-то создавалось. И вот эти все ролики я сложила в одно видео, чтобы вы посмотрели на свои работы и снова. Мы согласны, что где-то есть проблемы с анатомией. Но вот видите, определенные движения нейросети знают достаточно хорошо и могут их воспроизводить. Какие-то для них, наоборот, выглядят сложными. Когда большое количество ног, лап, когда нужно сочетать движения нескольких конечностей в разном ритме, когда нужно показывать примеры полета. Не всегда нейросети в этом деле хороши. Но так или иначе, посмотрите, мы получили достаточно много примеров видеороликов. И теперь вы лучше себе представляете. Вообще, вот в чистом виде такие ролики пока не готовы для дальнейшего использования. Они, скорее всего, могут становиться частью какого-то продукта. То есть, когда мы планируем какое-то видео, мы можем учесть, что в нем будут какие-то нейросетевые моменты. Они могут добавить, улучшить. Если вы сверху напишите вот такими буквами титры, то тоже отвлечете внимание от видео и привлечете внимание к тексту, к своим каким-то тезисам. То есть, как самостоятельный контент, они не всегда хороши. А вот как вспомогательный, почему бы и нет. По крайней мере, фоны в презентации и видеозаставки на сайте, они уже точно могут собой изображать. То же самое касается и генерации роликов с цифровыми аватарами и с виртуальными дикторами. Мы делали специальную генерацию стишков, пирожков короткого жанра. Но мы сейчас будем смотреть, отмечать достоинства, отмечать недостатки. И вот сразу подумайте, если бы вы делали полноценный продукт, полноценный ролик, какие бы изменения вы внесли. Я запускаю, а вы, пожалуйста, скажите мне, слышен ли звук. Ну-ка, да? Сейчас. А теперь? Так. Беда какая у меня. Показывает, что есть звук. И это очень интересно. Я просто не знаю, как его запустить, потому что для системы вебинара он оказался слишком объемным и тяжелым. И не разрешил загрузить внутрь себя. Звуковая дорожка у меня включена. Это очень интересно. Так, я не знаю пока, как это все починить, потому что файлы у меня не загружаются, но в любом случае, да, наверное, сейчас попробуем показать, как экран. Буду надеяться, что от этого звук у нас с вами появится. Вроде бы звук я здесь подняла. Я бегу, опаздывая на пару, преподаватель уже начал лекцию. Я вхожу в аудиторию, весь мокший, надеюсь, что никто не заметил. Но взгляды всех устремлены на меня. И опять нарушил правила. О-хо-хо. Бедется выслушать нотацию строгую. И обещать, что больше так не будет. Так, судя по всему, появился, да? Хорошо. Вот первый вариант. Я между ними оставляю немного времени на комментарии, чтобы вы могли посмотреть и послушать. То есть кто-то делал, искал готовые стишки-пирожки. Кто-то делал синтетическую работу, сочиняя стихотворение или его подобие, да, и делая отдельную озвучку. Здесь мы сразу видим, да, что у нас в качестве основы загружен аватар. Не готовый аватар выбран, а взята фотография, да, и дальше ее нейросеть оживила. Легкие движения головы, легкие моргания, да, но в основном есть липсинг, двигается рот. Здесь немножко неудобно из-за того, что взгляд человека направлен вниз, но тем не менее оживление прошло достаточно хорошо. Хейген с его генерации, он, кстати, сейчас все-таки вышел в лидеры рынка, считается самым лучшим сервисом для озвучивания. Так, и Шекспира с его стихами еще раз. Ну, не совсем с Хейген. Вот, а здесь уже известный, да, человек, уже для нейросети знакомый, и озвучка идет достаточно плавно, хотя вроде бы движения те же самые, легкие наколоны поворота головы, веки и губы. Вот, но посмотрите, крупный план выглядит сам по себе достаточно хорошо. То есть для крупных планов нейроаватары подходят. У нас не всегда есть возможность снять качественно видео, там, или на общем плане, не хватает помещения, расстояния в помещении, или на крупном плане, когда нужно с телефоном в руках, если нет камеры, подойти слишком близко. А вот нейроаватары хорошо смотрятся и на общем плане, и на плане пеки. Вечер в деревне. Тишина. Солнце садится. Красна. Стоили корова. Ждет тепла. Молока полна она. В ведро струится белым цветом. Напиток вкусный, ароматный, да яркий и милый. С добрым светом собирается этот дар. Пирожок. Пирожок с молоком, с сахаром. Вкусный, сладкий, легкий. Угощайтесь, дети. Вечер в деревне. Солнце садится. Стоили коровы. Молока полна. Так. Вот здесь вот, да. Могут быть проблемы с регистрацией. Да, я тут понимаю, что это вполне обуденная ситуация. И может быть, мы в днях Виспер, например, тоже далеко не сразу пустил в регистрацию. И да, есть проблемы с сервисами. Они не работают пока стабильно. Это все еще вопрос будущего. Вот еще один пример, да. У нас здесь сразу два видеоролика. С крупным планом и с общим планом. Вот согласитесь, что сейчас, чего не хватало на фоне первого ролика, чтобы вот этот вот кадр с коровками тоже было хоть какое-то небольшое движение. Вот эту вот картинку можно было оживить, ну, в том же Кандинском, да, или в шедевр, ну, вот буквально чуть-чуть. И сочетание было бы изумительно гармонично. То есть здесь хорошо сочетается голос, музыка и вот немножко вот это вот движение на заднем фоне. И было бы прям замечательно. Просто было бы великолепно. Тоже, да. Обратите внимание, собственная фотография, насколько естественный, гармоничный результат получился, да. Потому что здесь, во-первых, уже и взгляд был лучше в камеру, и вот это вот сама по себе выразительная поза. Но, но вот эта вот рамка вокруг, она немножко не гармонирует с изображением на заднем фоне и отвлекает внимание. Вообще вот и в D.I.D. и в Хейгене можно загружать вот эти аватары фотографий в формате PNG с прозрачным фоном, и тогда он будет сочетаться лучше. То есть просто в любом сервисе убираете задний фон и загружаете уже с прозрачным. С фотографиями выходит живее и интереснее. Здесь в зависимости от того, какой именно текст, как его делать. Понятно, что вот, знаете, для преподавательской деятельности, мне кажется, это очень большое подспорье. Когда у нас идет работа в асинхронном формате, студенты не видят преподавателя. Вот такие вот вклейки с аватарами, они позволяют держать контакт. Где-то это может быть просто генерация по фотографии, да, чтобы иллюстрации персонажей использовали за референс фотографии преподавателя. Где-то это могут быть вот такие вот видео-вставки. И это мотивирует, напоминает о том, с кем мы работаем, для чего работает. Дает асинхронным материалам человеческое лицо. Смотрим дальше. На листочке божья коровка, солнцем блик. И тут, и там, красотка в крапинку новую, полетит скорее к цветам. Да, вот здесь у цифровых аватаров, почему вы считаете, что они выглядят не так естественно? Потому что у них позы. У нас сейчас не так много сервисов, которые умеют сочетать липсинг и позеры, мариэльичную анимацию. И те персонажи, которые мы видим на цифровых двойниках, они, как правило, стоят руки по швам. И, естественно, мы воспринимаем это не так хорошо. Мы не видим здесь эмпатии и связи. В то время, когда мы берем живую фотографию, то позы более выразительные. Наклоны головы, вот эти мелкие детали, они составляют огромную часть впечатления. И когда у нас появится возможность цифровыми двойниками управлять, принимать какие-то позы, то с этим будет легче. Показалось ли, что оживленные фото лучше попадают в речь движением губ? Не обязательно. Здесь многое зависит от файла озвучки. Было бы добавлено аудио или оно было бы сгенерировано. Когда оно генерируется в самом сервисе, там идет разметка по гласным и губы подбираются к ним. Если идет файл, как загружено, то там идет по пикам аудиофайла и может уже быть не настолько чисто и точно. То есть здесь на самом деле нет такого. Здесь лучше, здесь хуже. Он бел, но в его сердце железо лежит. Он не бел, как снег на горе, но он бел, как снег на горе. Вот еще раз немножко назад. Вот здесь вы можете наблюдать мелкие детальки. По факту у движений губ на русском языке есть шесть основных положений. Все остальное промежуточное. И вот у нас есть О, И, Е, А. И прописано для каждого из этих положений просто состояние рта, как он должен выглядеть в данный момент. А все остальное – это промежуточное между ними. Кстати, мне очень понравилась эта работа, потому что это прекрасная идея. Я ее с разрешения автора, если он будет так любезен, запишу себе в список интересных заданий, попросить такого цифрового двойника проговорить какую-то скороговорку. Это вполне себе задача, может быть, со звездочкой. Арсений догонял Бориса, кидая вслед ему ножи, уж лучше б жили у Федоры, вдыхая кинутый вслед нож. Тоже у нас сгенерированный аватар. Как я понимаю, это не что-то из базы, не готовый шаблон, а это именно какая-то нейросетевая генерация, потому что на шаблоны не похожи, они обычно не в квадратном режиме, и вот полностью видна голова, здесь немного срезано, значит, скорее всего, это сгенерировано в сервисе и дальше уже оживлено. Тоже видите, да, хоть фотография, хоть сгенерированный персонаж, при оживлении, при создании озвучки работают одни и те же алгоритмы. По факту нейросети нужно на снимке найти три точки – глаз, глаз и рот. И дальше она начинает манипуляцию. То есть здесь вопрос как бы уже понятной и знакомой анимации, плюс разметка снимка. Бог создал труд и обезьяну, чтоб получился человек, но пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо. Вот. Обратили внимание? Я сейчас запущу еще раз. Попробуйте понять, что немножко бросается в глаза. Хотя вроде ролик очень гармоничный, тут использованы и сгенерированные иллюстрации, очень мило подобран в тему персонаж, но есть маленькая деталь, попробуйте ее найти. Бог создал труд и обезьяну, чтоб получился человек. Но пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо. Нет, это стишок не от нейросети. Это известный достаточно пирожок. Так, яркий фон, глаза. Посмотрите, когда начинается новый слайд и меняется картинка, анимация начинается заново, и вот здесь, видите, дергается немножко аватар. То есть движение не плавное, а именно дергание. За счет того, что лейаут одинаковый, это дергание небольшое, и его, может быть, с первого раза незаметно, но оно есть. Это значит, что у нас на каждом слайде, да, когда мы делаем генерацию, текст явно разложен на слайды, добавлены картинки, и перескакивая на новый слайд, нейросеть начинает генерацию снова с нулевого положения головы. И каждый раз вот этот возврат к нулевому положению, он получается немножко дерганый. Да, а чтобы сделать одной сценой, нужно просто-напросто делать производство комплексно. Вот мы говорим, да, делать пайплайны. То есть мы генерируем полностью видео с аватаром без дополнительных слайдов, а дальше в программе видеомонтажа кладем видео, а сюда под него набираем картинки. И тогда видео будет плавным, но нужно знать хотя бы простые программы для монтажа и иметь возможность в них работать. Мы будем говорить про вот это вот сегодня, про организацию. Это не в Хейген, это будет в любом сервисе, который работает по слайдовому принципу, по принципу набора нескольких скриптов. То есть из всех трех сервисов у всех трех будут вот такие вот ситуации. Для того, чтобы их избежать, вот вариант, видео отдельно, сборка, монтаж отдельно. Так, идем дальше от пингвинов. Махну в Милан поесть спагетти. Я венца попить в Прован. В Газпроме вяло обсуждали. Аванс. Вот здесь, смотрите, мы уже просто от анимации, да, у нас уже есть элементы старитэринга. Махну в Милан поесть спагетти. Я венца попить в Прован. В Газпроме вяло обсуждали. Аванс. Тут первые два аватара слишком похожи. Это один и тот же двойник, только в разной одежде. Если бы они еще между собой визуально заметно отличались, может быть, мужской аватар туда добавить, тогда получилось бы вполне себе такое законченное произведение. Мы меняем людей, у нас поддерживается достаточно высокий темп и хороший акцент на последнем слове, который как раз вот и составляет смысл стихотворения «Порошка». Это не пирожок, это порошок. Что, впрочем, не умаляет его достоинства. Так. Самыми странными существами мира являются коты. Спят они днем, а гуляют ночью. Говорят они мяу, но мы понять их не можем. Мы о ней общаемся на иностранном языке. Уже делитесь секретами в чате, да? Я думаю, мне тоже будет полезно посмотреть и послушать. Так. Давайте еще раз пока вернемся к этому ролику Виспора. Я сразу должна сказать, да, здесь очень большая работа проделана, здесь и стихотворение сгенерировано, причем в нескольких вариантов из них отобрано, и только потом идет вот это вот оживление. Конечно, у нас нейросети не очень сильны в создании стихотворений, но какие-то мысли, идеи мы из них брать можем. Вот, кстати, про создание стихотворений. У Гугла есть нейросеточка «Помощь поэтам и рэперам». Она может, мне кажется, очень интересной показаться тем, кто преподает английский язык, но вот поскольку она чисто англоязычная, к сожалению, вот какого-то практического применения я для нее у себя не нашла. Эта нейросеточка умеет подбирать рифмы на английской, придумывать интересные небанальные метафоры, работать с аллитерацией, акронимами. Я поделюсь с вами ссылкой. Вдруг кому-то из вас она неожиданно окажется подходящей. Так, да, со стихотворениями не очень хорошо. Мы тоже пробовали в генерацию, и не всегда получается что-то удачно. И поскольку вот это такое специфическое творчество, даже образцы, которые мы показываем, не всегда помогают. Может быть, там какой-то особенный стиль, но вот этот ритм, рифму, нет. Вот с этим работать не очень хорошо. Да, на английском с этим лучше. Как правило, нужно потратить время на объяснение принципов стихосложения. И вот GPT, 4 Омни модель, она тогда справляется нормально. После того, как мы несколько раз объяснили, что такое лимерики, как правильно делать, она справилась. Там с сонетами Шекспира без проблем. Но когда дело доходит до пушкинской страфы, ой, все сразу становится плохо. В аду для перфекциониста Ни серой нету ни огня И лишь слегка несимметрично Стоят щербатые котлы Мне нравится выбор персонажа для озвучки как раз с такой легкой лукавой улыбкой. Это все воспринимается очень и очень хорошо. Здесь немножко не хватает темпа. То есть вот если вы сейчас вместе со мной слушали, вы, скорее всего, отметили, что темп немного медленнее, чем нам хочется. Мы, в принципе, когда говорим в реальной жизни, у нас темп речи медленнее, чем тот темп, который нужен для онлайна. А уж если мы делаем прямо вот какие-то готовые ролики, нужен темп увеличенный, специально замедляли. Для того, чтобы вот так вот прочувствовать. Да, в этом есть смысл. Там, мне кажется, можно было бы даже поиграть с темпом где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее, и тогда бы оно было гармоничнее, потому что мы тоже привыкли слушать речь неровную. Человек то начинает думать о чем-то, слова-паразиты, то он начинает какие-то моменты говорить гладко и ровно. И то убыстряется речь, то ускоряется. И мы можем это тоже имитировать, работая с цифровыми двойниками. Маловато разница. Вот это 0,7, 0,8, 0,9 на одну десятую. Этого недостаточно. Чтобы разница хорошо чувствовалась, нужно 0,3 брать. Кто у нас следующий? По-моему, еще одна работа осталась. Кто не рискует, тот рискует ни разу в жизни не рискнуть. И пьет шампанское в укромном и безопасном уголке. Здесь мы видим модель уже, посмотрите, не чисто цифровой двойник. Вот это как раз нейро-рендер. То есть это 3D-модель, которая затем оживлена. Не было какого-то прототипа у авторов сервиса, а была именно 3D-моделька, которая затем оживлялась. И тоже вопрос. Нет, это с вашей фотографией? Он вот так взял, она не обработана? Потому что очень-очень похожа на 3D-модель и по движению по всему. Ну вот все, значит, удивительно. Меня удалось обмануть. На самом деле мы очень плохо видим разницу между нейроконтентом и реальным контентом. Мы даже делали тест и проходили примерно в 50% случаев. Угадываем, не угадываем. Нет, ну правда, я очень удивлена. Выглядит как будто прямо кто-то очень-очень долго создавал модельку. Мои восторги. Все, что я тут могу сказать, получилось здорово, классно. Я знаю, что вы делали второй вариант. Первый был только с моделью, второй уже добавился с фотографиями. И звучит очень хорошо. У вот такой вот нейросетевой озвучки есть одновременно и преимущество, и недостаток перед речью живого человека. Ну, стиль рекрафта я узнаю, да. Это как раз сложные фонетические моменты. Например, слово «солнце» моделька может произнести, озвучивая «л», что наоборот будет звучать не очень хорошо. Иногда нужно писать неправильно, для того, чтобы речь звучала естественно. С другой стороны, у нейросети нет проблем с оглушением в конце слов. Когда слово «поход» должно звучать в конце четко. Например, когда на хоре учат определенным образом произносить, чтобы звуки были четкие, слышные, понятные. И вот с одной стороны это преимущество, а с другой стороны это недостаток, из-за чего речь может звучать не очень естественно. Так, ну что ж, посмотрели, вдохновились, восхитились. Я думаю, что искреннее восхищение мы можем выразить друг другу, всем, кто прислал эти замечательные работы. И теперь давайте посмотрим на список ваших задач. Это была вторая часть задания. Вы прислали большое количество файлов, кто-то написал пять задач, кто-то написал еще больше, кто-то уже сгруппировал по каким-то признакам, кто-то начал размышлять. Пока не важно, на какой стадии вы находитесь. И все то, что вы для меня собрали и отправили в файлах. Сейчас я расшарю экран. И покажу, как я собрала это на доске Миро. Уважаемый Миро, пожалуйста, давайте мы не будем зависать. То есть вот все то, что вы присылали, я выписывала, потом объединяла, писала, какие результаты должны быть, то есть для чего мы это все делаем. И потом вот этот вот список я его упаковала в интеллект-карту, которую сейчас покажу. Сразу скажу, что я задачи описывала так, что они немножко больше и глобальнее. Понимаю, что у каждого из вас свой какой-то конкретный случай, но для удобства давайте мы сейчас посмотрим карту вот в таком вот виде. На левую часть я вывела работу с медиа. Это иллюстрации, аудио и видео. С иллюстрациями все понятно, да? Мы чаще всего создаем персонажей, может быть, какие-то картинки, может быть, каких-то вот таких вот персонажей. Для чего мы это делаем? У нас есть, как правило, четыре основные группы задач, которые мы решаем, цели, которые мы добиваемся. Это дизайн презентации. Многие из вас назвали это основным. То есть нам для презентации нужно достаточно большое количество иллюстраций. Где-то мы эти иллюстрации генерируем полностью с нуля. Особенно, когда нам нужно передать атмосферу и настроение. Так, я буду сразу подписывать, да? Если у нас в презентации должно быть что-то показано максимально конкретно, не допускаются ошибки, например, строение внутренних органов, какой-то физический эксперимент, то это должна быть генерация по референсу. А еще, что можно делать в дизайне презентации с помощью наших нейросетей? Можно делать стилизацию. Вот вы, например, нашли фотографии, фотостоки, фотобанки, что-то из своего архива. У вас 20 картинок. Какие-то из них темные, какие-то светлые, какие-то обесцвеченные, какие-то там фокусы, переведенные на объекты, остальное размыто. Они выглядят по-разному. Если мы их все выложим рядом, они будут смотреться слишком пестро. Мы можем все их прогнать через нейросеть, выставив у нее минимальную температуру, то есть максимально точно повторяя фотографии, и при этом добавив какой-то стиль. Сепия или шарпен максимально резко, или там та же самая акварель, да, watercolour, какие-то вот такие моменты вы добавляете. Вот это вариант, с которым тоже можно работать. Дальше такие иллюстрации привлекают внимание, вообще выглядят креативно, и очень-очень важно это то, что вопрос авторских прав перестает нас так сильно волновать. Мы буквально в пятницу разговаривали с нашим медиа-юристом про авторские права, и еще раз я получила подтверждение, что с точки зрения нейрогенерации у нейросети нет никакого авторства. То есть, в принципе, мы такие картинки можем не подписывать, а если мы их подписываем, то тем самым мы скорее соблюдаем не правовые, а этические нормы, показывая нашей аудитории, что мы для чего-то используем нейросети. Дальше. Вторая группа – это группа аудио. Ее я разделила на озвучку текста и на создание музыкальных композиций. Опять же, когда мы делаем музыкальные композиции, мы можем не переживать про авторские права, мы добавляем музыку там, где ее раньше не было. Музыка всегда дает какую-то атмосферу. И обратите внимание, что помимо именно конкретно музыкальной композиции можно создавать интершум. Я когда буду выгружать вам карту, я покрашу те примечания, которые пишу отдельно, чтобы вы видели сразу. Потому что помимо музыки за атмосферу очень сильно отвечает еще и вот эта вот звуковая обстановка вокруг. Попробуйте сгенерировать не просто какой-то трек, а музыкальную тему со звуками, с проезжающим транспортом или с шумом леса, чтобы они лежали в основе и соответствовали теме ролика. Как автономный продукт, это я вот здесь написала часть продукта, цель сделать, может быть, часть курса, да, часть рекламы, часть рекламного видеоролика и так далее. Когда я выделяю вот здесь вот и в видео тоже часть продукта, я имею в виду что? Я имею в виду то, что для сопровождения событий, да, 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 это атмосфера, когда именно сопровождение событий. Это может быть какая-то музыкальная викторина, да, определи, вот как картинки с выставки Мусоргского, вот такие же треки и определи по музыке, о чем сейчас идет речь. Да, это можно придумывать. Я имею в виду здесь под частью продукта то, что это идет задача в комплексе. Здесь нужно продумывать, ну вот в часть, например, видео, нужно продумать и сценарий, и персонажей, и перебивки, и монтаж. То есть, как правило, вы получаете здесь не готовый результат, а только ту часть ресурсов, которую можете использовать в дальнейшем. Это нужно обработать, загрузить, свести. Это нужно смонтировать, отредактировать, сделать цветокоррекцию. Так или иначе, готовый продукт вы, скорее всего, на этих этапах не получите. И нужно думать, что потребуются другие программы, другие сервисы. А еще лучше потребуются сотрудники, которые умеют работать с видео, умеют работать с аудио, чтобы они взяли вот этот вот черновик и довели его до правильного состояния. Как бы мне не хотелось уметь делать все на свете, но, увы, ах, да, времени на это не хватает, и нужно прибегать к помощи других людей. Это иллюстрации, аудио и видео. По ним вопросов было не так много, потому что, в принципе, понятно, да, с какими сервисами работать. Понятно, что новые интересные сервисы нужно отслеживать. По иллюстрациям этого, в принципе, уже сильно не требуется. Есть стабильные сервисы, стабильные нейросети и стабильные модели. Вот сейчас, например, выходит Stable Diffusion 3. Правда, с жуткими ошибками она выходит. Будем надеяться, что ее потом доведут в порядок. Leonardo, Recraft, другие сервисы, которые работают на второй Stable Diffusion, перейдут сами на третью. Вам об этом думать, переживать не надо. В сфере иллюстрации у нас уже достаточно стабильности. Кто-то генерил гимн в своей организации, может быть, в формате караоке исполняться отдельно. Да, но для этого нужно прописать дорожку для караоке. Возможно, нужно там что-то отредактировать, насколько я помню, были какие-то варианты. Но в любом случае это полуфабрика, это не готовый продукт. Так, но что касается аудио и особенно, что касается видео, здесь нужно следить и искать что-то новое и интересное, когда появляется. Так вот, например, в части роликов с цифровыми аватарами сейчас вышло обновление Halo, и надо идти смотреть на этот сервис, потому что по картинкам очень хорошее качество. Даже если мы будем вишенки убирать, все равно в общем и целом очень хороший липсинг, очень хорошее движение. И надо идти смотреть, что за сервис платный, бесплатный, удобный, неудобный и так далее, и решать, подойдет он или не подойдет. Так, при переходе на третий рекрафт не станет ли платным, не знаем. Но вообще Stable Diffusion – это open-source модель с доступом бесплатным. Рекрафт все обещает ввести платную подписку, обещает, обещает, но до сих пор ее так и не вел. То есть шансов, что станет ли он полностью платным, очень низкие. Я бы оценивала их не больше 3-4%. Можно ли сводную табличку, какой сервис, на какой модели работает? Ага, для осознания возможности довольного сервиса. Таких сводных табличек нет, их никто не делает и не держит. Почему? Потому что те, кто используют как в быту, они об этом не задумываются. Те, кто специализируются и глубоко погружаются, они ищут сами. Здесь самое важное – это тексты и картинки. Мы знаем, что у нас есть определенные лидеры. Вот мы смотрели в презентации, да, я перечисляла, что у нас есть Majorney, у нас есть Dali, у нас есть Stable Diffusion. Они основные и базовые. Точно так же и с текстом. У нас есть Gemini, у нас есть Cloud, у нас есть OpenAI. И от них мы идем. И вот вообще, честно скажу, мне абсолютно незнакомо, что кто-то делал такую сводную таблицу. Единственная попытка сводного была сделана каким-то энтузиастом, но там описания делались нейросетью, не всегда соответствовали действительности, поэтому сервис быстро заглок. Тут на самом деле, посмотрите, да, вот в презентации я старалась показать, по картинкам и по текстам я старалась показать, что на чем. Не все сервисы даже в открытую, честно говоря, показывают, на чем они работают. Приходится лезть очень-очень глубоко. Так, правая часть нашей интеллект-карты – это работа с текстом. Семь наших базовых операций – поиск, анализ, рерайт, саммари, генерация, перевод и извлечение. Они идут в абсолютно нелогичном порядке, я просто-напросто не успела навести здесь красоту. Давайте посмотрим пристанье и решим, что мы с этим можем делать. С поиском. Отдельно упоминался поиск информации в сети достаточно часто. Здесь имелся в виду именно то, что дается релевантная информация. И я вам на эту тему уже говорила, что мне не очень кажется релевантной информацией, которую несут чисто нейросети. Здесь я предпочитаю, например, сервис перплексити. Он, по крайней мере, дает актуальные ссылки на источники, и для меня это важно. Опять же, поиск информации в сети дает составление списка литературы. И тут тоже нужно быть внимательным к тому, какая модель делает. Найденная информация – это, опять же, полуфабрикат. Вы не получаете готового продукта, вы получаете то, с чем можете работать в дальнейшем. Я добавила подбор примеров и кейсов. Сюда он встречался, субтитры создавал DimaTorzok. Все в порядке. У меня просто мигнул интернет. Сейчас все будет обратно. Сегодня без таких трагедий. У кейсов есть определенная структура. И когда мы ищем информацию, мы, соответственно, это учитываем. Почему идет такое объединение? Потому что, когда мы пишем промпт, мы можем в зависимости от группы сказать какие-то ключевые слова. Что нам важно в поиске? Какие дескрипторы? На что обратить внимание? В каком формате вывести результат? Так, например, мы часто пишем при поиске информации свой запрос как вопрос. Что такое? Где найти? Как устроено? Но, когда мы смотрим на дизайн промптов, мы понимаем, что эффективнее составляет запрос немного по-другому. Вопрос может быть в конце, но мы должны обозначить область, в которой мы ищем знания. Как устроено что-то с точки зрения вот такой-то? Эта информация нужна для этого. Я уже знаю вот это. Расширь число примеров. И поэтому мы выделяем отдельно в группу поиска. И когда что-то ищем, пробуем не только вопросы писать, но пробуем составлять простенькие промпты. Поверьте, промпты бывают невероятно простыми. Главное держать в голове, что у них есть определенные смысловые части, которые должны появляться. Следующая группа – это анализ. Она часто идет следующая. Как я говорила, здесь порядок не совсем адекватный. А давайте, если вы мне позволите, я сразу попробую его перестроить. Следующим мы поставим вот сюда вот так вот. Саммари. Нет, извлечения останется внизу. Она будет достаточно сложна. Вот так. Вот так. И вот так. Вот такой порядок, мне кажется, лучше. Вот. Дальше. Когда мы получаем какие-то источники информации, следующее, что мы решаем задачу – это summary. Вот почему важно, что мы делаем вот такой вот обзор по порядку? Потому что иногда вы пишете формулировку задачи так, что я понимаю, что внутри нее должен быть промпт на саммаризацию. Внутри нее должен быть промпт на анализ, и внутри нее должен быть промпт на извлечение. То есть это как раз с точки зрения промпт инжиниринга задача комплексная. И когда вы видите кусочек задачи этим цветом, кусочек задачи, этим цветом в интеллект-карте, вы понимаете, что вам потребуется не один промпт, а скорее всего несколько, которые вы будете запускать подряд. Вот вы получили, например, список литературы, какие-то источники. Дальше их нужно анализировать. Но вдруг здесь есть какие-то источники нерелевантные, неподходящие на ваш запрос. Чтобы понять, нужно сделать саммаризацию. Вытащить оттуда какие-то основные тезисы, а лучше краткий пересказ. Для чего мы это делаем? Как раз для того, чтобы сэкономить время и для того, чтобы сократить какие-то тексты. Обращайте внимание на то, где у нас будет пометка экономия времени. Почему? Я тоже скажу чуть дальше. В следующем идет анализ. Мы выделяем тезисы из текста. Здесь на самом деле список не только про тезисы, здесь он может быть достаточно большим. Вы перечисляли разные варианты анализа. Но вот цель, это, как правило, сокращение, структурирование, поиск идей и анализ текста, как правило, в каком-то формате по каким-то критериям. Критерии и формат здесь имеют значение. Так, и опять, эта группа идет опять же по структуре промпта. Она будет плюс-минус одинаковой. Понятно, что у вас будет загруженный какой-то текст. Понятно, что у вас будет поставлена задача сократи, выдели, структурируй, опиши. Пойдет, как какой-то глагол. Понятно, что пойдет инструкция, например, при поиске идей выдели только те идеи, те тезисы, которые новаторски, нестандартны, отличаются от того, что есть в своей базе знаний. И здесь будет формат, в каком виде вы хотите получить. Элементарно, хотя бы, табличный вариант или вариант текста. Нужно ли его каким-то образом форматировать и оформлять? Вот это все вы здесь указываете. Следующее. Это раздел с генерацией текста. Он достаточно объемный, потому что это, по факту, первое, что приходит в голову. Хотя на практике, вот второй год использования нейросети для генерации текста, на практике я чаще использую для анализа, чем для генерации. Вот такой перекос получается со временем. Почему? Потому что, обращайте внимание на тег экономия времени. С генерацией текста у нас появляется еще один тег, вот я его выделяю, это копайлот. Вторая голова, второй пилот. У нас мы редко вот эта генерация сразу выходит до полностью идеального результата. А вот сделать то, что мы с коллегами называем подумать, а вторую голову, подумать о нейросеть, это реально полезно. Поэтому вот здесь я поставила тег копайлот и сразу вы понимаете, да, какой вам здесь нужен промпт. Нужен промпт собеседник. Вы, скорее всего, даете роль вашей нейросети и она начинает в этой роли с вами общаться. и результатом это общения будут либо новые идеи, заголовки и названия, либо какие-то задачи. Задачи дальше будут оформляться по шаблону. Если у вас есть структура теста, структура задания, структура кейса, вы можете через это идти. Когда вы пишете готовый текст, готовый сценарий, художественный какой-то текст, тоже вы дорабатываете. Тоже дизайн презентации, тоже большое количество текстов на слайдах, вы можете подумать о вторую голову и получить достаточно хороший результат. То есть первый промпт, в этом случае генерации текста, вы задаете роль, с какой персоной, с каким агентом вы общаетесь, а дальше вы ведете беседу и сохраняете из этой беседы те фрагменты, которые кажутся вам полезными. И точно так же с составлением учебных планов курсов. В первую очередь это Капайл, во вторую очередь это оформление по шаблону. Запомните, все то, что стандартизировано, описано, выведено в виде шаблона, это все легко превращается в задачу нейросети, потому что оно уже структурировано, оно уже формализировано. На конференции информационной технологии для новой школы я была на секции по кейсам и смотрела, как одна из питерских школ, как она делает кейс обучения, у нее много заочников, семейников, и это накладывает как бы свои ограничения. И у них есть просто-напросто схема, где написано, какие точки входа могут быть в кейс, какие варианты заданий, как просчитывать метапредметность, как раскладывать вот это все, в конце концов, какие форматы контента могут быть в этом кейсе. И это все, эту визуальную схему сейчас переписать языком промпта в общем дело 15-20 минут. Еще там 30-40 минут на тест, и вот мы получаем готовый результат, с которым можно работать. Потому что кто-то потратил на это несколько лет, продумывая, придумывая, и сейчас это мы можем выдать в качестве задачи нейросети. Поэтому, если у вас есть шаблоны, правила оформления, стандарты описания, у нас, например, есть редстандарты, есть структура тестов, есть структура заданий на египару, она уже описана, и это все мы можем перевести в конт. Следующая группа это рерайт. И опять же, да, я позволяю себе часто повторять, но мне кажется важно, чтобы эта мысль у вас в голове задержалась как можно дольше, а потом отобразилась уже при выполнении практической работы. Каждая группа из вот этих вот семи, поиск, самореанализ, генерация, рерайт, перевод и извлечение, задачи внутри этой группы, они будут по промпту сами по себе очень похожи. И точно так же по рерайту. Когда вы пишете промпт на рерайт, первое, на что вы обращаете внимание, это на соответствие аудитории. Задача на рерайт часто нудная. У вас есть исходный текст, его нужно переписать, переделать. И с точки зрения эффективности лучше сделать 10 вариантов рерайта, чем пытаться сделать один хороший. Потому что он может показаться хорошим с вашей точки зрения, а начальству не понравится. или понравится начальству, но не понравится аудитории. Потому что вы можете 10 разных вариантов раскидать по 10 разным каналам или поставить там 10 разных вариантов страницы, посмотреть, какая это пользуется популярностью. То есть с этой точки зрения в рерайте важно получить большое количество вариантов, из них потом выбирать, и поработать с аудиторией. Поэтому у вас в промпте будет большой блок аудитории, очень она будет хорошо подробно описана, включая то, куда планируется использовать текст. И будет большой блок со стилистикой, в каком стиле нужно писать. Или даже с несколькими вариантами стиля. Опишем вариант А, Б, С. А вот остальные блоки будут не такими большими. Понятно, что будет загружен сам текст, но вот эти три блока будут остальные. Все остальное в дизайне этого промпта уже не настолько важно. И вот снова здесь экономия времени. Почему? Потому что из 10 вариантов выбрать лучший или склеить из 10 вариантов один подходящий проще, чем сразу пытаться написать идеально. Экономия времени это в первую очередь работа с вашим внутренним перфекционистом. Группа перевода тоже неожиданно оказалась большой. Почему? Потому что мы говорили, что перевод это не только с языка на язык. Вот здесь выделенный отдельный момент. Но и перевод из формата в формат. В том числе это текст. На картинке мы переводим в обычный текст. Расшифровываем аудио и видео. Обрабатываем субтитры. Помните, я говорила про тайм-коды, которые тоже очень-очень сильно мешают. И это все задачи на перевод. Соответственно, раз они в одной группе у них тоже будет одна достаточно по себе похожая структура и одни сильные и слабые места. Смотрим, что здесь основное. С переводом и обработкой текста хорошо справляются обычно тексты в нейросети. GPT, GigaChat, Яндекс. Со всем этим можно работать. Аудио и видео это, скорее всего, будет сервис, который нацелен специально на работу с ними. Ну, вот я говорила, да, мой фаворит это Pinpoint. Я знаю, что есть и аудио сервисы, которыми они здесь пользуются. Есть и спичрайтер, который платный, но при этом может распознать на интервью собеседников и разделить текст на говорящих. А вот с распознанием текста на изображении отдельных сервисов, вот раньше это были сервисы ОКР, адобовские, например, Fine Reader, которые распознавали картинку. Это было оптическое распознание. Искали знакомые силуэты и дальше из этого делали текст. Но сейчас у нас появилось CV, компьютерное зрение, и значит нам нужны сервисы, которые работают на его основе. И компьютерное зрение это хороший тон в современных нейросетях. То есть ChatGPT умеет считывать текст картинки, распознавать изображения. G-Miki Pro от Google умеет у Клода более старшие модели, то есть не Haiku, а Opus и Sonnet, они тоже могут это все распознать. Но отдельного сервиса, кстати, у GigaChata тоже есть возможность работать с прикрепленными файлами, может быть, не так хорошо, но мы всегда надеемся на лучшее, знаем, что сервисы будут только улучшаться. Но отдельных сервисов под эту задачу вы, скорее всего, не найдете. И значит, вам нужен доступ к нейросетевому сервису, в который эта функция заложена. Понятно, что в сам интерфейс ChatGPT эта функция заложена. А вот если у вас нет к нему доступа, и вы идете через все GPT, то там отдельно нужно будет искать, там есть отдельная закладка на распознание изображений. Но и качество мне кажется не настолько хорошо. Пока если нужно перевести с картинки текст, и уж тем более, если нужно перевести с картинки схему, а это будет сложнее, схема, алгоритм, какая-то модель, пока это ChatGPT 4 Омни лучше всего. остальные естественно не так хорошо справляются. И это еще одна область, где вам нужно смотреть за новинками. Когда будет появляться что-то новое, когда об этом будут писать, вы сможете пробовать, тестировать и находить что-то для себя подходящее. Пока к сожалению наш выбор в этом плане очень и очень ограничен. Когда вы работаете с переводом, опять же как мы делаем структуру промпта. У нас есть исходник и нам очень важно во что и как переводится. Соответственно самая основная часть промпта это стиль и формат. Если у вас есть картинка, а нужно получить алгоритм, алгоритм будет визуализирован в таком-то сервисе, значит вам нужно из этой картинки схему получить в таком-то формате. Ну как правило это CSV файлы, да, Common Separate Value формат предоставления данных. Мы просим в нем вывести. Или если у вас идет визуализация через Visual Basic, например, то вы сразу просите готовый код. Это вопросы формата. И их тоже важно сразу упоминать. С языка на язык проще переводить, а вот такие более сложно структурированные вещи, тут, конечно, придется немножко поломать голову. Но, тем не менее, это возможно. И был тоже вопрос про модели. Если нейросети объяснить, что это за модель, как она выглядит, то есть я в таком случае просто ищу, например, соответствующий учебник, соответствующую статью с описанием метода подхода или формата, кормлю его нейросети, и затем уже прошу какой-то материал обработать. В принципе, это все вполне себе реально. Но, возможно, здесь придется потратить больше времени. И я рекомендую здесь сразу думать не в рамках отдельной задачи, мне нужно сейчас перевести с этого на этот, а думать в рамках регулярной задачи и того, что вам нужен регулярный промпт, регулярный агент. Один чат, где будет идти перевод строго с одного типа на другой тип. Другой чат, если вам нужен третий тип какой-то подключить. И вот прямо держать долговременные чаты. Через чат боты в Телеграме такой трюк не пройдет. И, наконец, мой любимый раздел вместе с анализом, я уделяю ему больше всего времени, это извлечение данных. Мы говорили про тайм-менеджмент, про планы, да, я показывала варианты. Показывала ли я варианты. Да, я показывала вам Алекс, значит, да. Это тоже режим копайлота второй головы, помощника, который помогает о чем-то рассуждать. Здесь же у нас идет составление отчетов и оценка работ учащихся. В чем здесь смысл? Смысл в том, что у вас идет большой объем документов, оформленных по одному шаблону. Вот помните, вот здесь вот выше мы говорили, что при генерации мы можем сразу оформлять по шаблону. И, ну да, вот это основное. Мы можем оформлять по шаблону. формы. Через да, я включила аудиорежим тогда, чтобы было попроще. Вот, вы можете извлекать какие-то поля данных, вы можете извлекать данные каких-то типов и их обрабатывать. Так, например, облако слов. предположим, у вас больше сотни учеников, они сдали какое-то короткое эссе или какой-то небольшой реферат. Вы не можете написать каждому из них индивидуальную обратную связь, но тем не менее обратную связь вы оставить так или иначе должны. Вы загружаете эти работы и просите из них выделить самые часто встречающиеся слова и словосочетания. в виде таблицы с частотностью можете это получить, загрузить в сервис создание облака слов и показать при разборе практических работ на экране облако слов, обратив внимание на какие-то моменты. Таким образом вы даете групповую обратную связь, а визуализацию для вас делает какая-то нейросеть. Если что, идея не моя, я ее честно подсмотрела. Точно так же и с отчетами. Мы можем вынуть какую-то информацию. Естественно, это все требует перепроверки, но тем не менее вынуть, объединить информацию вполне себе возможно. Если именно эта задача является для вас больной часто и основной, то прежде чем составлять промп именно на отчеты, на анализ данных, рекомендую посмотреть какие-то базовые материалы по дата журналистике. Именно журналистике почему? Потому что она написана попроще и попонятнее, чем для дата аналитиков информация. Там есть база про оформление, что должно быть в столбиках, что должно быть в столбцах, что делать с пропущенными значениями, как, например, в Excel или в Google таблицах быстро подправить ошибки в значениях, если кто-то написал Москва, а кто-то написал Москва, пропустил букву. Вот эти вот моменты это вам, скорее всего, потребуется. Так, ну и вот такая вот достаточно мощная схема у нас с вами получилась. Не возражайте. Я ее, естественно, сейчас скачаю PDF-файлом и добавлю в чат, чтобы она была у вас перед глазами и попрошу у вас разрешение, если вы не против, показать. У нас состоится с Директ-Академией конференция, показательной конференции, как список тех задач, которые есть желание решать с помощью нейросетей. И вот эта вот табличка может быть частью того, что вы оставляете у себя перед глазами. То есть вообще, конечно, лучше вам всего ее получить в редактируемом виде. Я попрошу нейросеть вынуть тоже с PDF-файла текст и сделать таблицей, которую потом можно будет загрузить в любой сервис создания интеллект-карт. Вы можете ее посмотреть, удалить, например, то, чем не планируете, пользоваться и прописать более конкретно свои задачи. И таким образом у вас появится вот такая визуальная напоминалка перед глазами. Да, я тоже считаю, что это очень полезно. Это и для меня на самом деле очень полезно. Кажется, что да, и про все эти задачи я знаю, что у меня тоже есть свои списки, но тем не менее, когда начинаешь работать, у меня вот есть, например, задача номер два. Я думаю, эту интеллект-карту пересобрать. Вот сейчас она у нас разведена по группам задач, по схожести промптов. А я хочу перевернуть наизнанку и пойти от вот этих вот тегов. Все, что касается части продукта, все, что касается купайлотов, все, что касается экономии времени и посмотреть, какие задачи входят в эти группы. И, возможно, тогда получится тоже сделать какие-то интересные выводы о том, как нейросети могут встроиться в наш с вами рабочий процесс. Когда я это сделаю, обещаю, тоже поделюсь файликом. Так, ну что ж, я вроде бы про все рассказала и постаралась ответить на все вопросы, которые были в чате, но если я что-то пропустила, напишите мне сейчас, пожалуйста, и если у вас есть новые вопросы, разумеется, тоже задавайте. опять же, после того, как мы закончим вебинар, я составлю список тех, кто сдал практические работы. Если вы себя в нем не увидите, просто мне, пожалуйста, напомните. Марина, спасибо большое, это очень, очень приятно. Я бы с удовольствием поработала бы с вами еще какое-то время, порассказывала бы, подсказывала бы что-то, именно поэтому мы с вами оставляем чат, группу нашу в Телеграме, и вы можете приходить с вопросами в любое время, помощь, подсказки, совместный мозговой штурм, разрешение каких-то нестандартных задач. Пожалуйста, я буду только рада вас видеть. Да, конечно, мы встретимся на конференции. Как без этого? Так, нет, мы не удаляем, у нас всегда во всех курсах Директ Академии всегда остается доступ постоянный. Можно ли загрузить книгу целиком во все GPT для самаризации или удобнее по частям? Хороший вопрос. Смотрите, все GPT это только сервис, внутри него есть разные нейросети и модели. Какие-то из них могут, какие-то из них не могут. Если у вас к все GPT по более высокому тарифу доступ, у вас есть Gemini Pro и Gemini Pro может съесть, мне кажется, всю книгу целиком. Там размер токенов вводит достаточно большой. К тому же ее можно загрузить еще и файлом прикрепить. А это может сделать и модель Clot, только лучше брать Opus, самую старшую модель, и ChatGPT 4O, который тоже есть на все GPT. То есть ответ да, но не во все модели. загружать по частям имеет смысл только тогда, когда надо наращивать какую-то ценность, вы готовы потратить время на разбивку, и у нейросети опять же очень большое окно контекста. То есть опять же плюс-минус те же самые нейросети. Тут нужно подумать над порядком обработки. Например, загрузить всю книгу, получить план, основные тезисы, а потом по тезису дополнительно дозагружать информацию. Я со своей стороны восхищаюсь тем количеством практических работ, которые вы прислали, и то, что вы делали по практическим заданиям, и то, чем вы просто делились, я действительно никогда не видела такого объема контента и такого энтузиазма. Отлично. Чат остается. Приходите, задавайте вопросы. Я все выложу сейчас, сразу не откладывая в долгий ящик, и добавлю еще запись вот этого ролика. Все. Я знаю, что если мы будем друг другу делать комплименты, мы можем в принципе отсюда не выходить, не выключаться до осени, поэтому я еще раз говорю вам большое-большое спасибо, я получила огромное удовольствие от курса, и прощаюсь, но думаю, что мы увидимся еще с вами не раз. Хорошего дня. Спасибо.